я всего сейчас больше актуальную тему хочу разобрать эта тема означает враги человека есть силы которые по-любому разрушат нашу жизнь если мы им подчиняемся их называют враги человека это всего шесть сил и это значит что эти силы имеют контакт с энергиями которые мы не сможем победить своими силами единственный способ это отказаться от контакта с этими силами перестать с ними взаимодействовать пока человек с ними взаимодействует он становится как проклятым он не может ничего сделать собой не может победить свою судьбу есть одна детская песенка которая поет про эти силы вот но она попозже мы ее включим когда я все расскажу вот а сейчас я хочу о них рассказать первая такая сила которая разрушает жизнь человека называется вожделение эта сила означает что человек ослеплен неправильным представлением о любви сейчас все философии этого мира означает что секс это самое главное в жизни человек не понимает что этот обман настолько колоссально может плохо повлиять на его жизнь что он может разрушить все его счастливую судьбу потому что природа вожделения такова что человек путает истинную любовь сложный это не только с человеком происходит такие разрушительные последствия это природе описано в священных писаниях например мотылек он самое большое счастье испытывает от света да он видит свет он испытывает огромное счастье именно от света он и погибает всегда нет другой смерти для бутылка кроме как ожог а свет он погибает от огня мотылек всегда самое большое счастье рыба испытывает от чувство вкуса поэтому через чувство вкуса рыба погибает на крючке даже когда она испытывает более крючка она не может отказаться от этого чувства которое она испытала вкуса и все лезет на этот крючок у слона самое сильное чувство это чувство половое чувство поэтому слонов не надо там гонять по джунглям чтобы их поймать достаточно слониху просто обучить и она сама заводит слона в стойло все дикий слон сам заходит стоило за слониху ничего не видя вокруг себя этих опасностей всех не чувствует потому что он ослеплен у оленя самое сильное чувство это чувство слуха он застывает в лесу и наслаждается звуками леса всегда он очень любит звуки мелодию леса любит очень когда играет орожок это для него инопланетные звуки какие-то очень чистые светлые он бежит на эти звуки и попадает под пули охотник так олени погибают из-за своей любви к слуху точно также человек погубая погибает от полового желания когда человек влюбляется другую женщину не свою жену а половое чувство к близкому человеку сильно она гаснет все время то есть никогда не может сохраниться у близких людей сильное половое чувство это невозможно она гаснет всегда каждый день цене и меньше и меньше если вы к псопатологу пойдете он вам скажет ну надо там использовать такие-то средства там еще что там всякую вам ерунду будут говорить на самом деле надо понять просто что секс это не главное в жизни что любовь между двумя сердцами находится у людей она это высшее чувство любовь любовь надо учиться культивировать в отношениях секс это всего пять минут жизни а любовь это постоянно и когда человек верит вот в это чувство половое чувство то рано или поздно он видит перед собой девушку которая бы ему дала это возможность когда уже на жена не дает в результате он бросает жену детей как он в это время человек абсолютно нашего и у него вот это вот этот враг человека вожделение отшибает у человека отшибает всякую любовь к своим детям и только к своей жене он даже не не понимает что это его дети родные он не может это понять у него отшибает всякую любовь своим близким людям он просто как заколдованный идет и люди говорят что его кто-то сглазил испортил или его там заколдовали как-то он сам себя заколдовал он верил в вожделение он верил в этом врага думал что это даст ему счастье в жизни и поэтому он попал в такую беду человек который разрушает свою семью потом об этом очень сильно пожалеет но только через несколько лет вот этот враг человека отпускает человека только через два-три года он трезвеет после этого чувства представить какая сила поэтому друг древней культуре очень много внимания уделялось в обществе чтобы это ну как-то объяснять людям делать так чтобы это вожделение не процветала в обществе нашей культуре к сожалению люди об этом ничего не знают она не понимают как вот это чувство разрушает семью разрушает у человека все самое святое и ценность что у него есть жизнь что делает человеком вожделение она ему портит характер она делает характер беспринципным пропадает совесть человек когда падает вожделение совесть до свидания она перестает работу и он сам даже об этом не знает больше того я вам скажу человек который сам дает лекции людям работает над собой много лет попадая под влияние вожделения он делает тоже самое если у него нет старшего или он не хочет слушать старшего единственное спасение от вожделения это слова старшего когда старший тебе говорит слушай ты чего с ума сошел возвращайся назад если он как бы понимает что он должен послушать просто старшего он в это время не понимает что он с ума сошел он говорит это и есть мой близкий человек мой родной самый настоящий а то все было у меня иллюзия старший говорит возвращайся назад тут вы хорошо как скажете я ради вас живу и идет туда назад свою семью и только через несколько месяцев до него доходит что его спасли от разрухи так действует этот враг человека огромная сила